Ну, во-первых, очень здорово говорить про печать в проекте Курилка Бутенберга. Да, нужно знать, что Виаган Бутенберг не немец. Немцев тогда не было, в принципе, как понятие, как и сейчас мы говорим, были граждане городов и разных всяких княжеств. Вот он был, например, жителем Майнца на берегу Рейна, прекрасный город. Вот он является изобретателем книгопечатника, как мы его все знаем. На самом деле, книгопечатник, конечно, Бутенберг, как процесс прикладывания формы к листу бумаги или к какому-то другому носителю, он его, конечно, не изобретал. Идея брать форму, на которой что-то выступает, намазывать ее краской, и мы можем таким образом, с помощью прессы, изображение, она была и до Бутенберга. Вот, например, на том самом районе еще в 1420-м, в 1450-м годах работала такая группа ремесленников, которые называли, соответственно, мастера игральных карт. И они прекрасно делали, в общем, у нас требовали товары, игральные карты, делали грабюры. Эти грабюры, шлеп-шлеп-шлеп-шлеп-шлеп-шлеп, хорошее очень качество изображали, значит, вот игральные карты. Вот это вот, например, дама Гутенберга. Он вот задолго до, ну, не задолго, но там за несколько десятков лет до Гутенберга. Что изобрел, собственно, Гутенберга? Вот ведь тут мужчина с окладистой бородой, с такой богатой, патрицианской одежде, он изобрел, собственно, не сам печатный станок таковой, да, вот его крутишь винт и это все перекладывается в бумагу. Он изобрел другое. Он изобрел, что можно не страницу книжек вырезать вручную, а набирать ее из наборной азотки буквами. Собственно, книга печатания, как идея, это не то, что вы можете множить изображение на бумаге. Это то, что вы можете его очень быстро собирать. Вы можете исправлять ошибки и вы можете модифицировать, модифицировать текст. Вы можете сегодня текст написать от руки, за 10 минут его набрать, напечатать, форму рассыпать, набрать новую и так далее. То есть Грайлер, если он работает над печатной формой, он может потратить огромное количество времени. Даже если это совершенно простая вещь. Если он делает какую-то ошибку, а в книге печатать это особенно важно, да, неизвестный анекдот про то, когда католическое братье, значит, говорит, братья, у нас накопилось за 300 лет, наверное, каких-нибудь ошибок. Давайте мы посмотрим, где они. Давайте перечитаем оригинал наших священных книг. И, ну, через такое время молодой монахт, когда говорит, братья, братья, мы такое ошибку совершили. Это было не celebrate, это было celebrate. Значит, вот одна ошибка, она может иметь долгоиграющие последствия. Вот Утенберг придумал, что можно делать свинцовые ветерпитеры, набирать из них быстрый текст, печатать и идти дальше. И это революционизировало, собственно, книгопечатление. Потому что уже через, там, 15 лет после того, как он изобрел это все, во Франкфурсе, например, уже образовалась первая книжная ядровка. То есть книги начинали становиться очень дешевыми, потому что их можно набирать, набирать, набирать. А через 60-е уже на этой книжной ядровке, которая существует до сих пор, в самом большом мире, работала около 90 купцов. То есть это был такой большой торговый хаб во Франкфурсе, недалеко от Майнца. Опять же, из этого книгопечатления появилась такая вещь, например, как протестантизм. Потому что протестантизм, если бы, можно говорить, что было бы, что не было бы, но, как бы, антикатолические движения были до Лютера. Там, гуситы в Чехии, да, сто лет. Тоже, как бы, идет спор о том, как причащаться, должны ли они причащаться вином и хлебом, или достаточно только хлебом. Вот гуситы требуют причащения под двумя видами, плюс у них определенные экономические требования и так далее, и так далее. Но ничего не случается. Вот в Германии случается. В Германии случается огромное целое новое направление мысли, философии. И оно во многом связано с тем, что у немцев протестантов, у него уже были какие-то печатки. И вот тут он был печатать свою Библию. И не только. Печать появляется как средство военной пропаганды. Впервые оказывается, что можно вести военную пропаганду с помощью печатного текста. Не от лица к лицу убеждать людей. В ересе католицизма с точки зрения протестантов или в ересе протестантизма с точки зрения католиков, ну как еще, тогда, тогда, да, сейчас, как разумеется, все вполне опризнающие только в конфессии, а можно распространять печатные воззвания. Вот это вот бинет, да, это антипапская листовка. Расскажите внимание, она рассчитана и на грамотных, и на неграмотных. Для неграмотных вот эта огромная, значит, вот картинка, где, например, какие-то там черви с папскими тялями вылезали туда, да, а для грамотных вот, соответственно, внизу составляет такой политический текст. Через 500 лет американский исследователь феномена СМИ и, собственно, коммуникации Маршон Макклёрин скажет, что «Медиум из-то мессенджера» — средства, это сообщение. То, как вы передаете информацию, это уже часть информации, которую вы передаете. Ну вот самый простой пример, представьте себе, как кино, да, вот как вы, когда смотрите кино, и вот у вас там все взрывается, там, люди друг за другом бегают, да, там, ничего не говорят, боимся друг за другом. Обычно у вас дальний план, да, у вас как бы все, вы видите много действий. Но как только доходит до какого-то диалога, где герой начинает говорить что-то очень важное, то обычно картинка замирает, и вам показывают только его лицо. Вот подумайте о фильмах, которые вы смотрели последние. Как только главный герой говорит какой-то важный мысль, он обычно показывает статично и крупнопланным лицом. Это сделано не просто так. Это в нашем мозге отдаленный канал пропускания информации. Ну, просто несложно воспринять какой-то большой информационный посыл, если на этом фоне еще будет все взрываться, там, перенигивать, переливаться всеми цветами и дергаться. То же самое происходит из передачи текста. Ведь подумайте, когда искусство было устным, это диктовало и форму искусства. Да, почитайте, вот откройте Ильяну, да, Ильяна – классический пример записанного, да, записанного устного элиса. Там можно выбрасывать любую строчку, в принципе, и можете вот читать дальше сложником. Это было именно потому, что это был эпос устный, который читался на перах, пока воин перует, значит, тот, кто читает, значит, он читает. Он что-то забывает, он может пропускать смело там одну строчку и идти дальше. Все нормально. В печатном тексте такого нет. Газетный текст и текст листов, он другой. А текст вторая передача, к этому пойдет дальше, он опять же другой. И вот это изобретение книгопечатами, оно оказалось, что это мощнейший механизм для поддержки военной борьбы. То есть в Германии шла, ну, в том, что сейчас стала Германия, тогда это, конечно, был конгломерат княжеств, в рамках Священной Римской империи германской нации, была религиозная война. И обе стороны должны были убедить своих противников в том, что те ошибались, то есть заставить низовых крестьян, воинов, так далее, откололся от противника и перейти на свою сторону. Для этого было огромное количество листовок. Собственно, листовки были придуманы именно тогда, именно для этих целей. Вот то, что до сих пор используется в боевых действиях, да, агитационные листовки, а вот это было придумано тогда. И очень интересно было то, что в Германии тогда создавался единый язык, именно благодаря печатному тексту. Печатный текст не изменяется при переписывании. Вы напечатали, вы напечатали, и это все разошлось одинаково. Соответственно, к концу 16 века оказалось, что около 60% текстов на немецком языке это тексты одного авторства человека, который человек зовут Мартина Лютера. Таким образом, речевые обороты Мартина Лютера стали речевыми оборотами литературного немецкого языка. Вот человек, который из своего личного языка создал его литературный язык. Именно потому, что был книгопечатный. Не было бы книгопечатный, не было бы литературно-немецкого языка в версии Мартина Мютера. Очень интересно, что этому помогло и то, что уже с 1613 года на территории разных княжеств было обязательное школьное образование. Разумеется, было пара классов, разумеется, куча людей его игнорировало, но в принципе в княжествах года и, по-моему, время, там вот с 1613 года было обязательное школьное образование, потом оно распространилось дальше, окончательно оно закрепилось только к концу 18 века, но в целом уже тогда количество грамотка было достаточно большим, то есть с ними можно было работать. Но там, где появляется свободная с распространенной информацией, с политическим и религиозным контекстом, появляется и цензура. И католическая цензура, она была ответом именно на книгопечатный. Потому что Павел Третий своей цификой «Licit Up Initial» он, собственно, создал инквизицию в 1542 году, которая занималась выправлением искажений веры, да? А в 1559 году был создан список запрещенных книг. Он, кстати, существовал до 1962 года, до Второго Ватиканского собора, и к этому моменту он накопил абсолютно замечательные вещи. Например, там была запись «Все книги Дюма за любовные линии». То есть зачем такая приписка была непонятна? Потому что в каждой книге Дюма есть любовные линии. Ну вот он существовал, вот он постоянно пополнялся, вот так выглядела заглавная страница этого списка. Это все за 1564 год, да? Ну вот, то есть, собственно, через пару лет после создания несколько обновленная рельса. То есть началось с того, что можно назвать соревнованием брони и снаряда, да? Соревнованием свободы слова и цензуры. Интересно, вот это у нас единого немецкого языка. Вот это как-то Германии в 1648 году. Или потому что сейчас, как говорится, Германия, частично Польша, Чехия и так далее. Вот это все разные страны, причем, а вы понимаете, они рассыпаны, да? То есть одна страна может иметь там 50 анклавов в соседних странах. Вот вы проехали 20 километров, у вас началась одна страна, потом что километр? Она закончилась, началась опять, из которой вы выехали и так далее, и так далее, и так далее. И вот над этим над всем, разумеется, были вот эти вот единые языковые печатные идентичные тексты. И вот эта вот фраза Йозефа Берреса, который издавал газету раньше «Меркорп», он и написал, на самом деле, через 150 лет после вот этой камеры. Но даже до тех пор, до середины 19 века, был вопрос объединения Германии и создания единого интеллектуального пространства с помощью газет. Да, потом требовал, чтобы газеты были с реформами, на которых люди обсуждают свои вопросы надграничны, трансграничны, на основании единого литературного языка и только на этом основании. Вот. То есть понимаете, что люди ощущали себя немцами на основании единого литературного языка? Тоже очень интересно, да? Как бы это без книг печати не ходило? Ну, давайте, собственно, перейдем к основной теме нашего разговора, а именно к соревнованию цензуры и свободы слова. Да, вот. Я, кстати, когда искал в интернете картинку Бисмарка, то я сначала запил на русском языке, и оказалось, что вот разница поисковых вариантов русского и немецкого запроса «Бисмарк» и немецкого запроса «Бисмарк». На русском языке первые шесть картинок, которые вывезли, это «Лингон» фон «Бисмарк» Второй мировой войны, а на немецком, соответственно, первом в улице «Портрете». Ведь он показывает, что люди ищут. А вот фон «Бисмарк» — он был канцлером Германии в то время, когда Германия, собственно, впервые объединилась в рамках вот такой более-менее похожей на то, что мы сейчас знаем, империи. 1870 год. Германия тогда еще не существует как Германия. Есть королевство Пруссия вокруг современного Дерлина. Начинается франко-прусская война. В 1970 году франко-прусская война заканчивается разгромным выражением Франции. Во Франкфурсе подписывается франкфуртский мир, по которому Германия получает большие территориальные вещи и так далее. А король Пруссия коронует себя императором. Императором Мецкой империи. Франкфурт, соответственно, принял канцлер и его цель — объединить Германию и сделать ее передовым лидирующим государством в Германии. И одна из его идей, что такое передовое государство — это, в том числе, интересно, государство, в котором нет цензуры. Разумеется, это была такая отмена цензуры на уровне конца 19 века. То есть, цензуру мы отменяем, но главный регламент, который имеет экономический... Значит, ее можно судиться для Ютуб, привлекать экономическое ответственность и так далее и так далее. Но, в принципе, цензуры, именно предварительные цензуры... Что такое цензура? Как бы цензурой сейчас называют все, да? Все что угодно, все ругательное слово. На самом деле, цензура в ее жестком значении — это значит, что ни один текст не может быть напечатан без предварительного разрешения. То есть, прежде чем напечатать текст, вы идете в цензуру, специальному полномочному, который его читает, говорит, «Так, это вычеркнуть, здесь заменить это слово на это слово, все, 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 это будет без печати». Это вот предварительная цензура. Вот именно такую цензуру он отменяет, но он сохраняет определенные преследования, возможность преследования после напечатнения. Разумеется, не может быть послабления без исключений. Через четыре года принимается исключительный закон о социалистах, который запрещает социалистическую печать. Но, опять же, понятно, предреволюционная ситуация, социалисты воспринимаются как партия, которая хочет разрушить общественный порядок, вот социалистам нельзя издавать газеты, всем остальным можно. И еще одно интересное изобретение «Исмарка», которое позднее применяет политики практически по всех странах, я думаю, так или иначе, или хотели применять, или мечтали – это, так называемый, рептильный фонд. Это не фонд поддержки «Забарка» Берлинов, рептильный фонд – это специальный, неофициальный фонд, из которого можно поддерживать тех журналистов, которые пишут то, что нравится от «Исмарка». И, соответственно, подкармливать газеты, которые имеют экономические проблемы, но тем не менее придерживаться генеральной линии. То есть вот такая игра в две руки, с одной стороны идет разрешение печати и отмена цензуры, с другой стороны страх потерять контроль над прессой и попытка ее контролировать разными средствами от прямых угроз до подлога. Я не буду останавливаться на периоде 20-30-х годов, потому что тогда бы мы посвятили нашу беседу только этой теме, потому что она во время очень интересная. Давайте перейдем к тому куску немецкой истории, которая, ну, к сожалению, из тысячелетней истории Германии вызывает, в принципе, наибольший интерес. Если вы в книжный магазин книг по истории Германии, то будет там одна книжка по германцам, одна книжка по средневековье, пара книжек по новому времени и 50 книжек по третьей рэйке. К сожалению, хотя в целом у нас 12 лет было. Нацистская печаль, в принципе, это был единственный случай в истории Германии, когда пресса действительно была полностью, жесточайшим образом поставлена под контроль. Это, кстати, очень интересно, что среди функционеров нацистской партии было достаточно много людей, которые до прихода власти работали журналистами этой партии. Ну, например, там, Йозеф Геговец, будущий министр пропаганды и образования, там, он вообще писатель, книжки писал художественные, полу-хутожественные, да, доктор наук, филолог, вот. Или, например, Торрилют Штрайфер, который будет потом помешан под приговоры Нью-Йорк-Нерского трибунала, а при нацистах он был партийным руководителем региона Франклоне, этого группы Нюрнберга. Так вот, он был всю дорогу главный редактор очень радикальной газеты «Штурмовик». Ну, а Геговец, опять же, был главный редактор газеты «Дараванкрыф», то есть нападение. То есть там, как бы, были сильные внутри партии элементы, влиятельные партийные функционеры, которые занимались печатью. Вот, и неудивительно, что в 33-м году было, то есть вот в 30-м январе 33-го года нацистах приходят в власти, значит, уже в феврале горит Рейхстаг, происходят массовые аресты среди социалистов и коммунистов, их отправляют все в лагеря под предлогом, что вот, если мы вас не отправим, у вас толпа русский развалит, поэтому у вас отправляют наследеряя для вашей собственной защиты, запрещаются все партии, запрещается профсоюз, запрещаются все партии, в нюбре проходят выборы с единственной партией, она, разумеется, получает вашество голосов и фамирует этот шнур Барнарда. Так вот, и уже в 33-м году уже зачищается пространство СМИ, принимается закон о редакторах, который формально не выводит цензуру, но говорит, что редакторами и журналистами могут работать только люди арестского происхождения, а люди не арестского происхождения редакторами работать не могут. Очень интересно, что это потом окажет очень сильное воздействие на немецкое понимание журналиста, потому что сейчас в Германии журналистика – это не сертифицируемая профессия. Вы, в принципе, никак не можете быть сертифицирован как журналист. Если вы можете быть членом профсоюза журналистов, значит, все равно четыре штуки. Вы можете выбирать в Курхомольских открытиях, да? Но, в принципе, вы являетесь журналистом на том основании лишь, что вы пишете – все. От вас не может требоваться сертификация журналиста. Даже факультета журналистики в принципе нет. Сколько знаете, только один или два университета, у которых есть факультеты журналистики в Германии, они совершенно неважные. То есть у вас нет бумаги, чтобы вы журналист. В принципе. У вас есть ускорение из редакции или еще что-то, но бумаги, чтобы вы журналисты? В принципе, нет. Это как раз следствие того, что при нацистах мы не могли работать журналистами без этой бумаги. Да? А нацисты зачистили, соответственно, пространство и начали подключать газеты к своей системе нацистской печати, то, что было центральное издательство НСБА, нацистская партия, которая начинала вбирать в себя все существующие газеты. Это было интересно не совсем мгновенно. Например, в 1939 году только половина газет, дававшихся, были включены в это издательство. Ну, уже много. К 1944 году примерно 80%. Но интересно не то, сколько газет было включено, потому что, понимаете, что те, которые были не включены, все равно следовали линии партии, иначе у них были проблемы. Интересно было то, как министерство пропаганды создавало систему пирамиды и системы тем, которые спускали по политической вертикали, они спускали вниз, значит, темы дня в редакции. То есть Гебельс разрабатывал набор тем, которые обязаны были освещаться в сегодняшних газетах, и спускали дальше по команде. Они каждый день, утром, газеты получали в рамках конференции, они получали рассылку о том, что сегодня важно, и что сегодня надо писать, под каким углом. Если реформация, эллиозные войны реформации, это была война листовок, и вот этих вот авторов звезд, там, Ульрих фон Гуттен, или там, Филипп Миланхтен и так далее, то нацистская пропаганда, это была пропаганда радиопирамиды. Это тоже совершенно другой тип коммуникации. Вот в Советском Союзе были радиоточки, да, которые там вставляют в розетку, в его, значит, есть радио. В Германии, тогда же тоже была радиофикация, собственно, во всех странах была радиофикация, и в Германии был придуман так называемый народный радиоприемник, Фольксенхенгер. Ну как, Фольксвайн — народный автомобиль, значит, Фолькский нос — это народный товарищ, Фольксгазмаске — это народный противогаз. Вот был еще вот Фольксвайнхенгер — народный радиоприемник. Очень дешевый, очень такой вот иванитовый, очень нечуткий к радиоволнам, поэтому британское радио слушать невозможно. Но зато можно слушать Берлин. И вот этот вот плакат, который призывает ставить эти радиоприемники в каждый дом, на нем, собственно, написано, что вся Германия слушает фюрера с помощью народного приемника. Представьте себе, 50 миллионов человек в стране. Ну, собственно, нацисты всегда говорят, что не хватало там места. Германия была примерно в два раза больше, в полтора раза больше, чем сейчас, с населением в полтора раза меньше. Так, просто сравнение, да? Сейчас все места хватает, тогда не хватало. И вот 50 миллионов человек, они каждый день в одно и то же время из Берлина получают одну и ту же заряженную, соответственно, эмоцией, информацию, да? Это совершенно другое разведение текста. Это не расчерченный на квадратике текст газет, где можно почитать, перечитать, сделать подшипку. Кстати, да? Вы помните, у Оруэлла они чем занимаются? Они вычищают архивы, да? Когда вот кто-то отказывается врагом, они берут архивы газет и вычищают из них. И с радиопередачи вы даже подшипку не сделаете. То есть то, что вам говорится сегодня, оно исчезает сразу же. Это другой совершенно эмоциональный заряд информации. Да? Вот вы все, как астролог, как один человек, вы все слушаете вычет фюрера, а завтра в этом совершенно, в принципе, другое. У вас это будет не записано. Вот, совершенно другой подход. Но интересно, что вот в этом во всем вот таком адском служении диктатуре были очень интересные мысли у людей, которые вы сами занимались с ним. Ну, за пару лет до прихода к власти нацистов Эмиль Томиффа, Эмиль Томиффа – это один из таких людей, которые были исследователи с ним до нацистов, при нацистах и после нацистов. Вот, он, например, был ручной руководителем Элизабетной Нойман, которая была социолог, которая, собственно, придумала про спираль молчания. Вы знаете, что это про спираль молчания? Да. Вы знаете? Ну, скажите. Ну, насколько я знаю, спираль молчания – это когда большинство людей считают себя меньшим словом, поэтому не высказываются. Если меньшим словом высказывают, то идите себя большим словом и не боятся этого. Совершенно верно. Спираль молчания – это когда… 10 минут. Тогда не будем спираль молчания. Обязательно прочитайте спираль молчания. Ну вот, это очень интересно. Так вот. Доева, он писал, что будет когда-то радиогазета, газета будет по-другому распространяться технически. Она будет распространяться так, что вы будете передавать изображение газеты на расстояние, когда, соответственно, будет возможно читать газеты через приемник, перечитать, перечитывать его на экран. Тридцать первый год. В сорок втором году Хельмур Цундерман, другой исследователь СМИ, писал, что значение напечатанной газеты сохраняется и в том случае, когда появится некий прибор передачи графики на расстояние, и этот аппарат будет использоваться для распространения газеты. Можно было бы предоставить читателю полное впечатление от опечатанной газеты. Возможно, доставить читателю газету прямо к обеденному перерыву. Работа газета, работа на которой редакция завершилась нескольких минут назад. То есть, например, сорок второй год. Германия сейчас не проиграла. Люди, как бы, думают про то, какой... Ну, не будем говорить, что они думают про интернет, они, разумеется, про него и думали. Но мы сейчас можем прочитать это так. Что у нас произошло после 1945 года? Ну, это вот как, собственно, разделки Германии на оплупационной зоне. Интересно, что союзники, когда они стали захватывать территорию Германии, они начали издавать газеты еще до 9-го мая, до 8-го 9-го мая. Вот, например, на «Ахенские новости», это американская оплупационная зона, это вот самый-самый-самый-самый-самый запад, вот они пишут газету уже на немецком языке, это какой-нибудь январь 1945 года, про то, что вот продолжается наступление советских областей, там, про русских войск. Вот. Заговор передавится «Победное наступление русских» продолжается и дальше. А когда, собственно, Германия нацистская перестала существовать, и оплупационные базы стали думать, что это дальше делать, все националисты, которые работали в нацистской печени, запретили работать. А на оплупационной зоне начали создаваться новые газеты. Интересно, что, поскольку зон было много, ну, здесь они имеются, советская, здесь вот британская, французская, американская, в каждой зоне создавались свои газеты. Это, собственно, и обеспечило тот широкий ландшафт СМИ, который у нас сейчас имеется в Германии. Вот, например, «Девять» в Дамбурге, «Франкфурт» по Франкфурте, «Свезддойче» в Мюнхене, «Хандельсблат» в Устюшкдорфе и так далее. Только в 45-м году была выдана так называемая генеральная лицензия западными союзниками, когда газеты мог основывать любой человек, даже если он был принадлежат на гурналистах. Интересно, что единственная газета, которая была создана после генеральной лицензии, выдачи, да, это «Красфранкфурт» и «Майкл». Ни одной не существует на сегодняшней крупной немецкой газете, которая была создана после генеральной лицензии. Интересно, что-то разделение рынка. Очень не хотелось союзниками, чтобы были государственные сми. Понятно почему. Поэтому сначала создавались газеты. Газеты были частные. Причем, там, пусть у британцев, у американцев были разные взгляды. Одни считали, что у бумага была дефицит после войны. Одни считали, что бумагу надо экономить, и надо создавать газеты, в которых есть представители всех партий. А другие считали, что пусть мы скребем в «Майкл», но пусть у каждой партии будет своя газета. В принципе, как бы два пациента, которые существуют до сих пор, есть и более партийная газета, и есть данно-партийная газета. Да. А телевидение, оно сначала в виде радио, потом появилось телевидение, оно существовало как общественное. То есть не государственное, а общественное. То есть оно фактически принадлежало неконеческой организации, в которую входили представители от всех партийных, политических, религиозных, общественных и прочих симптомов. От спортивного союза до союза журналистов. Так вот, и, разумеется, федеральная власть немецкой, здесь мы видим канцлера Аденнаура, который был вторым по сроку правления канцлером, почти 16 лет правил в Германии, а ему это очень не нравилось. Он все-таки хотел, чтобы у него было свое телевидение. И попытался создать так называемое канцлерское телевидение. И тут мы подходим к очень такой типичной немецкой дискуссии о том, кто прав в конфликте власти и слух. Региональные власти, премьер-министр зимея, на это посмотрели на факторы, Нет-нет, подождите. Во-первых, мы сейчас позовем своего журналистов и скажем, «Ребята, посмотрите, вот Канцлер, он сейчас будет создавать свое телевидение, и вам будет плохо». Давайте подойдемся к другому боку. Телевидение — это культурный феномен. Это информация, которая у нас по стране. Контроль над организациями культуры и образованием — это компетенция федеральных земель. Поэтому они — федерации. Поэтому телевидение должно находиться под региональным контролем. «И давайте мы будем создавать региональные телерадиокомпании». Дошел дело в руку и сумму суда, и после долгих-долгих конфликтов Канцлер получил отворот-отворот, и в Германии с тех пор нет государственного телевидения, и прямо запрещено иметь государственный телерадиоканал. А вот этот прекрасный человек — Аксюш Тринкер — это очень интересный человек. Он создал самую тиражную немецкую газету. Аксюш Тринкер сказал, что «Ребята, нам не нужен какие-то массивные тексты, мы вернемся к картинке». Собственно, «Биль — это картинка». И создал газету «Биль». Газета «Биль» — это вообще исключение всех немецких правил. Это самая тиражная немецкая газета, у нее тираж около трех миллионов, но следующее за ней, по-моему, фрактор «Ребята» — тираж около 500 тысяч. Газета «Биль» почти не продается по подписке. Только в автоматах или в киосках, на вокзалах и так далее. И у газеты «Биль» — ой, какие вот фотографии! Вот, собственно, один из первых экземпляров газета «Биль», как видите, она поправдывает свое название, минимум текста и максимум картинок. Собственно, «Кобия» — это «Эли Мир» тогда, что британцы. А газета «Биль» активно использует девушек. На обложках этой вот постоянно написано в комиксах из тех 50-х годов, еще очень самомудренно девушкой. По тем временам, конечно, страшный скандал. Но она вот собирается на работу, что-то обсуждали и так далее. Все от депутата парламента до водителя «Экскаванна» покупают эту газету «Завтраку», чтобы начать посмотреть, что же там еще с длинными ногами «Эли» будет делать, куда она будет попадать в эту историю. Сейчас это будет, конечно, немножко более открыто. Да. Очень интересно, что при всей этой вот желтотесней вымаренности у Шпингера были очень четкие политические интересы. Ему предложит фраза «Я объединию Германию, верьте в ней или нет». Он в существовании боролся за то, чтобы Германия объединилась. Все на них смеялись, говорили, что никогда этого не будет, ты дурак. Германия объединилась в ноябре 89-го года, Шпингер умер без сновния 89-го года. Так и не зная, что он был прав. Интересно, что при этом он стоял на очень жестких, консервативных позициях, анти-комунистических, анти-социалистических. И его объедеты постоянно гновили, если можно так сказать, студенческие движения. Например, сравнивая студентов, которые боролись за деависификацию, сравнивая с нацистскими штаммубиками. Или, например, классическая карикатура из Шпингеровской прессы. Студент Гранила, который нигде не работал. Такой пугливый бюргер, который говорит, «Скажите, а могу ли я сегодня сходить на футбол, или там у вас тоже погромы?» Или вот, например, вот так произвели столкновения студентов с полицией тогда. Студенты требовали демократизации, полиция говорила, значит, у нас тут свои приказы. Или вот, например, тот же самый персонаж говорит, «Скажите, а может ли сегодня моя жена пойти покупать этот магазин КДВ?» Это программа «Ума». А у студента, значит, вот там, ну там, Маркс, Капитан, Мао и так далее, на полках. Вот. То есть, в принципе, это была риска антикоммунистической, антистуденческой, анти, соответственно, ливанской. Самое интересное, практически, влияние Шпингеровского концерна было в 61-м году. 13 августа 61-го года в Галине строится стена, да, и блокируется перемещение между секторами. Журнал «Лоток», собственно, «Стена» выпутал потом, когда она достигла максимального своего расширения. Шпингер говорит, «Мы не можем это потерпеть, мы должны предстоять во восточно-германской пропагате». И выдают ультиматум владельцам киосков и говорит, «Если вы будете распространять в своих киосках газеты, которые печатают у себя программу телепередач ГДР, а в ФРГ можно было принимать программу передач ГДР, а в ГДР программу передач ГДР, потому что рядом все язык один. Так вот, если вы будете эти газеты продавать, то ни один из моих журналов и газет у вас в киосках лежит не будет. А чтобы понимать, Шпиндеровская печать по стилю программы, например, контролировала 80% в рынок. И вот тут фактически ставят владельцам киосков к ультиматуму. Либо вы теряете 80% своих продаж, либо продолжаете продавать эти газеты. Но, разумеется, в течение недели все было решено, и финалы с программой телепередач ГДР не распространялись больше на территории ФРГ, хотя государство никак не вмешивалось, и была реально часть инициативы Шпиндеров. А другой интересный случай, это сказалось о Шпиндере. Вот этот вот человек, как бы он из топа профессии? Он министр обороны Германии на тот момент. Министр обороны, он из Баварии, Бавария это, в общем, такая сельская консервативная местность, и он, по убеждению иницией, страшный коррупционер. Вот. И Шпиндер постоянно пишет про то, как он дает заказы на строительство своим близким компаниям и так далее, и так далее, и он думает, ему это не нравится, и у них между Шпингером и изданием возникает конфликт. Вот этот милый человек — это генеральный инспектор бундесвера господин Верч. В октябре 1962 года он участвует в учениях натовских «Фолкс» 1962, осеннее учение 1962 года, на которых отрабатывается советское вторжение в ГДР, на которых показывается, собственно, что Буцер не в состоянии отразить, даже с помощью ядерного оружия американцев, военное вторжение Восточного блока, даже если наносят ядерный удар по советским арсеналам в ГДР в момент выдвижения советских войск. И в течение двух недель, соответственно, ФРГ полностью уничтожено, и советские войска дальше проходят к Франции. Это закрытая информация, это результат учений, которая показывает небоиспособность бундесвера и небоиспособность военной концепции НАДО. Это часть дискуссии о том, может ли у Бундесвера быть ядерное оружие. Собственно, штраус министра обороны стоит за ядерное оружие, что Митер считает, что ядерное оружие в Бундесвере – это лишь повод для советских ракет прилетать на, соответственно, города Германии. Вот, как бы, раскладки, все полностью по дивизиям, у кого что стоит на вооружении и так далее, и так далее. Ну, разумеется, реакция властей понятна. Редактор Аукштайн Айстоун, журнал «Захвачен полицией», «Архив изъект» и так далее. А в обществе возникает жидачайшая дискуссия. Была ли государственная измена или не была государственная измена? Была ли публикация, имела ли публикация целью нанести вред обороноспособности страны или нет? Через 180 дней примерно приходит вывод, что нет, наоборот, вот эта публикация помогла улучшить обороноспособность страны, поскольку указала на правильный момент. А вот человек отпущен, не снаружил отставку. И вот эта реклама висит сегодня в Германии. Эта реклама Шкинделя словно звучит «не боятся правды». То есть до сих пор, в 2015 году, журнал использует тот случай как показатель того, ребята настолько крутые, что мы никогда не боимся говорить правду и правду. Окей, мы уже подходим к концу. Но это не единственный случай жесткого конфликта немецкой прессы с уголовным водицем. В 1974 год журнал «Штерн» выходит с обложкой, на котором написано «мы сделали аборт». И вот эти женщины, все селебрии немецкие, говорят, что они сделали аборт. Надо понимать, а в журнале еще их много, то есть 174 женщины признают, что они сделали аборт. Надо понимать, что в Германии в 1974 году аборт – это уголовное преступление. И сажали женщину и врача. А то есть все эти женщины, они как бы делают практически признание, которое им произносит статью. Эта часть феминистской кампании за легализацией абортов. Это такая, как бы, реально, вот это была очень жесткая обложка журнала. Германию женщину посадили. Через два года аборты были легализованы. На самом деле, вот этот журнал «Штерн» «Штерн» принадлежал издателю «Буцириусу». «Буцириусу» вообще были очень интересные отношения с консерваторами, с россиянским демократами. Он был членом «Бундестага» от «ХДС». И у него постоянно его журналисты, он вмешивался в журналистскую свободу. Они постоянно писали антиклирикальные материалы. Однажды это кончилось в уголовном преследовании журнала. В 52-м году была перикатура, на которой священник входит в, ну, как сейчас, пиогенский лагерь. Он только под контролем, естественно, церковной церкви. Значит, у одного мать на стене висит фотография обнаженной женщины. И он говорит, что ему напарник, какой-то священник, что он не может заставить его снять со стены, если он говорит, что это его мать. Вот. А это был страшный скандал. И против журнала было уголовное дело по участному иску священника, который почувствовал себя сформленным. Но это был 52-й год. Это 74-й год. Как бы обошлось без уголовных дел. Хотя Муцериусу пришлось в какой-то момент отказаться от своего депутатского мандата, поскольку он посчитал, что все-таки нельзя сидеть на двух стульях, нельзя быть путатом на консервативной партии и, соответственно, иметь такие же данные. Что у нас сейчас, собственно, в СМИ? Это, наверное, последний слайд. Сегодняшняя ситуация, собственно, в СМИ показывает, что, во-первых, немецкие СМИ, они все говорят, что не переживают кризис. Ну, понятно, что это такой кризис очень высокого уровня, потому что немецкие печати на самых разных континентах. Но, тем не менее, бюджеты падают. Очень много рекламы уходит в интернет. Особенно рекламы в объявлениях у набор персонала. Если, допустим, раньше, там, 10 лет назад, в субботу была вот такой толщины газета, и вот такой толщины я не преувеличиваю, приложение с местами о работе, объявления о работе, то сейчас этого приложения практически нет. То есть это деньги, которые из газеты ушли. Реклама уходит. Идет конкуренция с блогами и так далее, и так далее. Доходят пары, журналисты становится меньше, они находятся под большим давлением со стороны своей редакции. Быстрее, 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 больше, и так далее. И, разумеется, происходит то, что вы называете журналисты как кликов. То есть если вы открываете журнал «Шпикель» онлайн-персию, то там будет броский заголовок, который не соответствует статье. То есть вы прочитаете статью, там, в принципе, не будет про это ничего. То есть заголовок будет заострять что-то в статье, там, диперболизировать, но не будет соответствовать. Это сделано для того, чтобы люди кликали, 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 кликали. И сами зналисты имеют это проблемы. Вторая проблема то, что онлайн-реклама не такая прибыльная, как была когда печатная реклама. Интересно, конечно, то, что в свое время, когда появилось телевидение, в 50-е годы печатные издатели считали, что телевидение очень плохо, начало перетягивать себя всю рекламу. Но через действие оказалось, что телевидение просто вздуло рекламный рынок. Доля печатных газет на рекламном рынке стала гораздо меньше, но денег они стали получать гораздо больше. Разумеется, со стороны прессы идут сейчас требования ограничить агрегаторы, статьи и так далее, Google ограничить, чтобы он не показывал все статьи и так далее. Но это понятно, что отрасль пытается бороться за свое выживание. И как она будет выживать? Совершенно непонятно. СМИ, разумеется, становится одинаковыми. Потому что ускоренный процесс производства новостей приводит к тому, что если раньше вы открывали газету, в которой шкипели, открывали всю Deutsche, открывали концепт, это будет три разные совершенно подачи информации. Сейчас вы открываете три сайта, и там в одной тур сообщения агентство ДПА о всех публикован. Поголя за скоростью и мало журналистов. Это, на самом деле, главные особенности современного рынка. Как он выйдет из этого кризиса, непонятно. Но с другой стороны, можно сказать, что вот той борьбы за свободу, которая была в Германии в конце 50-х, 60-х годов и так далее, сейчас она уже не актуальна для немецких СМИ. Если будут какие-то вопросы или каких-то примеров, я могу, конечно, привести из современности примеры, когда журналисты считали, что их права нарушены. Но в целом, конечно, ситуация несравнимая. Спасибо большое за внимание. Спасибо. 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 Я вообще не смог сравнивать, если честно. Очень разные ситуации. Потому что в России существует огромный сегмент очень технологически сильных государственных телемедиа. То есть это как бы СМИ, которые реально контролируют огромное количество аудиторий. И они очень технологически сильные реалии. Вот в Германии такого в принципе никогда не было. То есть в Германии был период диктатуры. Ну это была реальная диктатура, да? В Германии был период огромного количества разных частных СМИ. В Германии был период, в котором сейчас идут частные газеты, общественные правовые телерадио СМИ. И частные телерадио СМИ. Но такой ситуации в Германии никогда не было. И потом, опять же, в Германии всегда были региональные СМИ. А в России все СМИ, они все сидят в Москве, но они даже могут быть федеральные, но они все равно сидят в Москве. И они продаются в Москве. Тираж «Коммерсанты» распространяется в Москве и там Питере. Тираж ведомости распространяется в Москве и Питере, тираж экспертов распространяется в Москве и Питере, и все. Если вы сравните тиражи, опять же, российских СНИ и печатных, в Германии никогда не было таких смешных тиражей. Ну серьезно, тираж российского уважаемого экономического жительника и 50 тысяч цемпляров, все довольны, ставят что импрессу, что их там 90, чтобы рекламодателю польстить, но там нет печати, значит, что это сертифицировано стандартом или кем тогда. Для сравнения, тираж Шпингеля – миллион, в Германии с населением 82 миллиона, тираж экспертов – 50 тысяч, в стране с населением 140 миллионов. Это совершенно просто все другое, невозможно сравнить. У России уникальный свой путь получается. Спасибо за интересный доклад. У меня такой вопрос насчет Шпрингера и вот этот подход к подаче информации в виде картинок. Ну, это вроде бы известный медицинский факт, что человек воспринимает лучше картинки, чем текст. Все же это изобретение Шпрингера, или это до него вообще в мире кто-то использовал это все? Да, спасибо. Но на тот момент, в 52-м году, когда он создавал «Наступиль», то он просто взял и передрал «Дэйв Миррор». Даже эту девушку Лили он взял из «Дэйв Миррор». Собственно, только ничего он не изобрел. То есть он просто был первый, кто это предложил в концепцию. Ну, собственно, то же самое было, когда Бриллианов сказал своим людям, как я понимаю, возьмите, возьмите, что там, Wall Street Journal, да, и сделайте мне один-в-один верстку новых известий. Вот, то есть я включаю шрифты, включаю цветоплашек. Это как бы, в принципе, ситуация часто встречающаяся. Что Шпрингер сделал первый в Германии, и до сих пор, по-моему, единственный, он свое бульварное издание, и потом остальные газеты вокруг, там, «Дивельт», например, да, там, «Берлинар Моргенпост», «Хамбургер Аббенплат» и другие, он их все заточил, даже если они трижды бульварные, на политический контент. То есть журналист, который приходил на работу к Шпрингеру, был обязан подписаться под рефлекционных акций. Она ставилась в пяти пунктах. Первое – это отрицание политического радикализма. Второе – борьба за объединение Германии. Третье – это поддержка Трансатлантического Союза США, как гаранта мирной и не захваченной восточным блоком Германии. Четвертое – это право государства Израиля на существование, как, соответственно, избывание вины немецких журналистов и Германии за уничтожение евреев. И пятое – что-то там тоже про торжение милитаризма и так далее. Вот. И, то есть, вы можете писать там про купальники очередной суперзвезды, но вы все равно не будете про это писать, если вы не согласны с этим пятью действиями. И это реально работало. То есть, когда-то вот фраза Шпрингера «Я на объединение Германии, верите ли вы мне или нет?» А это действительно так. Кстати, интересно, после объединения Германии тираж бильда там взлетел на 25%. Ну, потом, конечно, он упал. Вот. Потому что все хотели именно эту газету. То есть, никто не хотел писать «Фацет», «Зудочи» и так далее. Все хотели их отбить. И очень интересно, что, на самом деле, хотя газета «Бульварная», 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 но министров она снимает очень хорошо. И, собственно, президент Германии Кристиан Вольф, вот, не нынешний, да, вот, ведущий, я хорошо, в отставку, он ушел в отставку, после того, что с ним взялась газета «Бит» и написала про то, значит, что он там съездил в отпуск за непонятные деньги, и кто ему заплатил, там, 500 евро за его отель. Все, как, а то, кувят с птички пропасть, через 2 года президент уже не был президентом. А, опять же, в воскресном выпуске газеты «Бильдом зонтак» очень часто министры федеральные дают программное интервью. То есть, если министр хочет выйти из программного интервью и сказать, «Мы хотим сделать такую-то реформу потому-то, потому-то, потому-то», есть большая вероятность, что он пойдет в газету «Бильдом зонтак», а не куда-то еще. Есть уже знаменитая фраза Аденауэра, но непонятно, насколько он лукавил, первый канцлер Германии, когда он, значит, спрашивали его, как он начинает свой медиа-рабочий тень, он говорит, ну вот я открываю «Фацет», солидный издатель. «Фацет», кстати, до самых последних лет, у нее была первая полоса, только текст. Никакой картинки. Принципиальное решение. А вот я открываю «Фацет», это огромный серый блок, очень умная газета, читаю первую полосу, вторую, третью, устаю, откладываю. Открываю другие издания, читаю откладываю. А потом читаю газету «Бильдом», открываю, прочитаю от корки на корки, она для таких хитростых душ, как я. Вот. То есть, тут тоже, знаете, не очень понятно, насколько вот можно от «Бильдом отмахиваться». Очень серьезная газета с очень жестким отделом расследований. И если они вцепляются по какому-то там группировому политику, то они его тянут до последнего. И я общался с одним средством «Бильда», который сказал, пока рассмотрение этого конфликта с президентом Вульфом, он сказал, что у Вульфа была ошибка. Он думал, что мы с ним дружим. А мы ни с кем из политиков не дружим. Вот и все. Собственно, то, что одна статья может снять президент, это все вызвано просто самой простой активностью граждан, которая привлекает интерес к проблемам своей страны. Ну, я не знаю. Я бы не стал все так вот упрощать и говорить там про дефект читателей. Ну, во-первых, как почитатели готовы купать миллионные тиражи. У «Семи дней», например, этот тираж крутится как миллион. Если вы вспомните какие-нибудь тиражи там перестроечных журналов, когда был себе реальный большой интерес к политике, они тоже были огромным, какой-то огонек. Вот. Я думаю, что… Ну, вот скажите, вот, что должно быть написано в какой-нибудь газете? Ну, любой там. Это может быть новая, которая оппозиционная оппозиционная, может быть коммерсант, который вполне себе респектабельный. Вот что должно быть ему написано, что какой-нибудь министр ушел назад? Ну, он на что-нибудь пишет, не уйдет. Ну, вот и все. Ну, я вопрос вот про это был, потому что на что-нибудь пишет, никто это не отреагировал. А, понимаете, я не могу ответить на вопрос, где вот это вот соединение этих шестеренок, где оно обрывается. То есть, с одной стороны, люди читают газеты, да, люди интересуются, с другой стороны, у газет, очевидно, нет никакого политического влияния практически. С чем это связано, я вам сказать не могу. Но, допустим, по распространению газет, по тиражам, тут все достаточно очевидно, чистая технология. Значит, объясняю, в Германии, вы, как издатель газеты, приходите к... Во-первых, как бы, сети распространения обязаны вас брать. Потому что сети распространения, там, хитрыми всякими механизмами принадлежат союзу издателей газет. И у них есть обязанность брать газеты. Вы не можете иметь лавку на вокзале и не брать туда газету, которая хочет там продаваться. В России, если вы издаете газету, будь это хоть коммерсант, ведомость или еще что-то, вы должны заплатить за то, что вас положат на фул. Второй вопрос. В Германии вы приходите и говорите, вот, я обычно продаю там 10 экземпляров в день, поэтому вот вам 60. Все, что, значит, не продастся, возврат я забираю. В России убедить хозяина киоска взять хотя бы 100% возврата, то есть продается 2 экземпляра, а вот вам 4. Практически невозможно. Что это означает на практике? Вот вы издаете тиражи газет, да? В какой-то из дней, там, я не знаю, правительство уходит в отставку. Разумеется, люди покупают газету больше. Или там леса горят, или там, я не знаю, самолет упал, или еще что-то. Люди покупают газет больше. Они приходят в киос, говорят, у вас есть коммерсант, у вас есть там эксперт, у вас есть ведомость, у вас есть там новое. Он говорит, нет, все продали. Все, то есть вот спрос обрубается. То есть в Германии есть всегда, скажем, строение, этот гэп, который заложен на то, чтобы, если спрос резко непредсказуемо вырастет, чтобы он был удовлетворен. В России же газета никогда не получит сливки с этого моментального непредсказуемого роста спроса, потому что она просто не продастся или нет физически в киосках. Вот. И подписка. В России была чиновничная депрентиляция. В 90-е годы у вас есть годовая подписка, и все же в Советском Союзе покупали подписки газеты. Да? И вот у вас есть в 92-м году подписка, там, на год, я не знаю, журнал «Вокруг света». Но в январе вам приходит журнал. В феврале он вам уже не приходит. Он приходит к вам в марте на туалетной бумажке, и на нем написано «Март-июль». А потом приходит письмо, извините, вашим денег как раз вот тут хватило на то, чтобы отправить вам это письмо, и больше журналов выходить не будет в подписке. А в России полностью эта инфляционная история убила культуру подписки. Это значит, что у редакции нет длинных денег. В Германии самый небольшой доход у любого издания «Вонбит» — это подписка. Подписка — это длинные деньги подписки, это гарантия. Кроме того, подписка — это еще шанс, что человек забудет ее вовремя расторгнуть. И автоматически, значит, переподпишется на год. И поэтому именно за подписку идет борьба. Поэтому открываете любой немецкий журнал, и там написано, значит, «Подпишись на три месяца, пробный абонемент, стоимость всего 50% и еще получится на парад в подарок». Почему это сделано? Потому что мелкие буквы подписаны, а если ты забудешь ее за три недели на окончании трехмесячной подписки расторгнуть, то она у тебя подлится на год. Немецкий журнал нормальный, хороший, у меня «Виршавс» возле экономический журнал, тираж порядка 300 тысяч экземпляров, он каждый год получает 30% новых подписчиков, 30% от него уходит. Ну, потому что им надоело. Но 30% новых, и они на год подписались, понимаете? Будете выписать плохо, там будут слабые номера, там люди будут в отпусках, все равно они подписались, все. И плюс огромное количество таких вот интересных сервисов и сторонений, которых просит интернет. Например, вот вы, практикующий частный врач, у вас приходят люди, к вам лечат зубы, они скучают. Ну, сейчас, понимаете, есть смартфоны, можно скучать в смартфоне, но тоже не все там, да? А как делать раньше? Поэтому врачи подписываются на большое количество журналов. И журналы могут подписывать интересно. То есть они говорят, вот у нас есть вариант подписки, мы приносим вам журнал на неделю, а через неделю мы его у вас забираем. И приносим его второму, его же, этот же журнал, второму человеку, который забратил чуть меньше. И он получается, что он не свежий, а недельной давности. Потом его выбирают, и так типа 15 раз. В конце концов, там кому-то приносит журнал в трехмесячной давности. Кто заплатил меньше всего. И вот один журнал, они таким образом продают 15 раз. Разумеется, они не за 15 цен его продают, а там суммарно получается, там за 8. Но все равно. И у врача всегда есть столько журналов, которые человек может полистать. У врача, у адвоката, там еще у кого-то, в автомастерской и так далее. Это тоже секрет распространение. Получается, что в розницу немецкие газеты продают, ну дай Бог, 10% своих тиражей. А все остальное – это долгие деньги по подписке. Это отели, это авиакомпании, это абонементы, это просто компании, это вот такие врачи, адвокаты и так далее, которые свои клиенты развлекают. Совершенно другая модель распространения. Поэтому и деньги другие. Ну, несколько слов по поводу стилистики и подачи материалов. Что любят, нет, всего не читать. Ну, то есть, если вот тут ревы, можно сказать, это в поверьте. Очень важно, ну, долгое время это было, и на сегодняшний день, это позиция автора. То есть, там все вращается вокруг, в определенных системах, которые говорят, и партии. И обязательно должны быть такие, ну, так скажем, в статье быть отработанной еще третий момент. Вот, как говорилось уже в развлекательной газете «Коммерсанты», по нашу прессу, у нас по-другому. У нас все-таки наталкивает, как-то читать, ну, есть свои приемы, но, как-то, такого нет. То есть, автор старается, там, чем-то свою позицию сказать. Вот есть какие-то особенности? Я, честно говоря, очень-очень мало знаю немецких прессов. Может быть, вы скажете, это очень сильно зависит от издания. Ну, во-первых, в России тоже есть журналисты-звезды, там, корейсников в «Коммерсанте», там, еще кто-то. В Германии все зависит от издательства, от газеты. Вот журналист «Шпикель», это вот его фишка, это, там, 10-12-страничные, там, репортажи, где в авторах «Братская могила», там, с 5-8 человек. В Тавис, знаете, это вот такая ливанская газета, которая там вся принадлежит журналистам и так далее. Вот, там, значит, какие-нибудь материалы, я не знаю, могут быть просто редакционные, там, непонятно, кто это написал. Зависит по-разному. Ну, в целом немецкая журналистика очень, понимаете, она в кризисе, то есть она сама себя пытается найти. То есть изначально там, да, она была очень такой сухой, сухой, сухой. То есть там ведущий в вечерних новостях, он читает текст по бумажке. У него есть сухой. У него бюджет, его телерадио-компании, 4 миллиарда в год, потому что они собирают арендную плату с владельцами Телеприев. Он все равно читает по бумажке, потому что так положено, так солиднее выглядит. Вот, и он обязательно будет не так 60-летний мужчина, а не 18-летняя девочка в декольте, как там, в России 24. Потому что вот только 60-летний мужчина может новости сообщить, а 16-летняя девочка не может. Вот, и так далее. То есть другое, то есть более размеренное, более долгое, и так далее. Например, главный редактор «Русской службы немецкой волны» Инга Мантофель, он как раз говорил постоянно, что чисто на слух разница российского телесюжета и немецкого телесюжета, что российский телесюжет очень-очень быстрый текст. А немецкий телесюжет будет медленно, плавно, какие-то там долгие кадры и так далее. Другое немножко, хотя понятно, что все быстрее, все стандартизируется, там CNN задает стандарты, но другое. Журналисты-звезды есть, колоночная журналистика сильна, даже в новостях есть колонки в телевизионных. Но в целом, в целом, очень четкое разграничение журналистики факта и колонки мнений. В колонке мнений может быть таким что угодно. Журналистика факта будет журналистика факта. Это вот очень четкое разделение, которое у меня в России меня как-то очень поразило ответ моего коллеги. Потому что я долго был журналистом, был корреспондент журналистов в Германии, его сейчас уже нет. Один коллега мне говорил, «Знаешь, я вот сейчас там снимал репортаж, написал цитат». Я говорю, «Как написал цитат?» Он говорит, «Ну-ка, я поговорил все с ними». Я написал за них цитаты. Я все равно лучше скажу, чем они. «Насколько я поняла, в истории Германии было два великих объединителя. Это был Марк Лютер с Библией, который как бы занимался поисками или объяснение смысла существования, да, и второй такой шпрингер с геноногой линией. Вот это вот, как бы, свидетельство с чего? Такого изменения аудитории или широкого размазывания?» Я думал, «вторимский бисмарк» назовется. Вот. Да нет, ну просто они разные, конечно. Ну, у Шпрингера этот Джиггер был бизнесмен. Он зарабатывал деньги. Но он был бизнесмен с видением. А Марк Лютер, я не знаю, он вот как бы искал эту вот истину, правду. Жениться хотелось, конечно, то, что мы сделали. Вот. Выйдя из новой каталлической церкви. Не знаю, ну серьезно. А, кстати, их много же было. Вот смотрите. Бутенберг был объединитель в каком-то смысле. Бутенберг был объединитель в прямом смысле. Дима Коль была объединить. А что объединить? Вот. Ну их много было. Это же вообще не мечта вековая немецкого народа, чтобы потом государство. то, что Германия после второй мировой войны осталась, не была уничтожена, не была сдавлена между соседями, это на самом деле самая большая удача немецкому народу. То, что сохранилось государство и смогло объединиться потом и стать вот центром европейского проекта. Могло бы исчезнуть в 45-м году. В принципе, все соседи были за. Вот. Спасибо большое. Извините, что затянул. Да. Я не хочу это делать как реклама, но поскольку много вопросов, которые оказались, не были до конца освещены, есть книжка «Немецкий формат», которая, собственно, про историю Брессы и Германии после второй мировой войны. Она есть и в Азоне, и во всех магазинах. Есть книжка «Немецкая система», она более популярная по, собственно, гермальному каковому. Интересно, можете покупать и посмотреть. Спасибо большое еще раз.